Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о симуляции черной дыры, которую я недавно делал. Вот так вот она красивенько выглядит, и код получился максимально простым. Делается это методом реймарчинга, о котором я рассказывал в предыдущем видео. Реймарчинг — это, как многие заметили в комментах, что-то вроде векторной 3D-графики. То есть 3D-графика, где у нас вместо полигона всё описывается формулами. Вообще идея сделать черную дыру возникла потому, что в реймарчинге мы можем совершать какие-то манипуляции с лучом, пока он летит. Но если в рейтрейсинге у нас для отрисовки из камеры кидаются лучи, которые пересекаются с объектами, и мы смотрим на эти пересечения, то в реймарчинге у нас луч как бы шагает постепенно. И в процессе этих шагов можно ведь делать какие-то манипуляции с этим лучом. Например, можно искривлять луч, который летит из камеры. Таким образом у нас получится черная дыра, которая искривляет пространство-время вокруг себя, и мы видим объекты, которые находятся за ней. С прошлого раза у меня осталась вот такая вот сцена, где у меня есть шар и куб, ну и ещё плоскость. И именно это я буду просто переделывать в эту чёрную дыру. Для чёрной дыры я взял два шара, и у одного из шаров я отрезал верхнюю половину, потом отрезал ещё нижнюю, и у меня получился такой бесконечно тонкий круг, и он даже вот в некоторых местах чернеет, потому что он слишком тонкий, лучи через неё плохо проходят, поэтому я придал ему толщину, получилась вот такая вот таблетка. Ещё у меня с прошлого раза осталась вот эта функция Softmin, которая позволяет плавно совмещать объекты, и вот это интересно так выглядит. Но сейчас будем делать заготовку для аккреционного диска чёрной дыры, поэтому я сделаю этот диск более тонким, вот, наверное, это лучше, и ещё я его сделаю побольше. Вот у меня получилась такая летающая тарелка или какой-то пельмень, можно осмотреть его с разных сторон. И, конечно же, нам не нужна плоскость, нам не нужно вот это сглаживание, поэтому я всё убрал, и теперь это выглядит просто как такая планета с кольцами. После этого я добавил ещё четыре очень простые строки кода, и вот что они делают. Каждый раз, когда у нас луч проходит какой-то шаг, мы смотрим, в какой стороне находится чёрная дыра. Допустим, чёрная дыра находится там, а луч летит туда. И тогда мы на некоторый коэффициент луч сдвигаем в сторону чёрной дыры. Получается, что луч как бы притягивается в чёрную дыру. Теперь, если я запущу эту сцену, видно, что лучи действительно стали огибать нашу сферу, и видно диск, который находится за ней. Кстати, если коэффициент притяжения этого света поставить очень большим, то получится вот что-то такое. Если смотрели последнее видео, то я там добавлял всякие освещения, тени, туманы. Тут нам всё это не нужно, поэтому я просто сферу покрашу в чёрный цвет, а диск вокруг неё в белый. И у нас получается вот такая вот чёрная дыра с ярким диском вокруг. Видно, как он её огибает из-за искривления света. Но если я поверну её слишком сильно, то почему-то чернота начинает переходить на вот эти вот её уши, чего, по идее, не должно быть. Я бы вообще, конечно, ориентировался на симуляцию чёрной дыры от NASA, потому что она достаточно точная. И здесь видно, что нет никакого чёрного цвета, который расплывается по сторонам, значит, мне это тоже надо убрать. Ещё можно ориентироваться на чёрную дыру из Интерстеллара, потому что она очень кинематографично выглядит, с её ярким аккреционным диском, который создаёт такую вот красивую засветку камеры. Я разбирался с этим багом, почему чёрная дыра внезапно расширяется на аккреционный диск, и оказалось это из-за того, как я использую Ray Marching. Дело в том, что Ray Marching обычно идёт большими шагами, когда у нас нет рядом объектов, и маленькими шагами, когда объект поблизости, чтобы луч не смог проскочить этот объект. А сдвигаю я луч каждый раз на один и тот же угол. Получается, что когда объекты далеко, у меня луч проходит большое расстояние и немного сдвигается в сторону чёрной дыры. А когда луч близко к какому-то объекту, то он проходит маленькие шаги, и на каждом шаге он сдвигается на такое же расстояние. Поэтому, когда луч подходит близко к аккреционному диску, он сразу же устремляется в чёрную дыру. Чтобы решить эту проблему, я сделал так, что лучи теперь всегда проходят фиксированное расстояние. Но, конечно, это очень затратно по ресурсам, потому что теперь вместо просто сканирования объектов, мы фактически проходим весь вот этот объём. То есть нам нужно просчитать весь объём вокруг чёрной дыры. И теперь это всё стало работать гораздо точнее, искажения работают правильно, но чтобы это всё работало в реалтайме, мне пришлось поставить вот этот вот кусочек, который каждый раз проходит луч, довольно большим. Вот я это сделал, чтобы теперь было более ещё наглядно, как оно работает. Я добавил такую вот текстурку, которую я получил, взяв просто синус по двум осям, и в зависимости от этого покрасив это либо в белый, либо в чёрный. Дальше я добавил свечение этому аккреционному диску. В Raymarching это сделать очень просто. Каждый раз, когда мы рассчитываем луч, то мы рассчитываем расстояние до объектов вокруг. И мы можем просто запоминать, насколько луч близко подходил к этому аккреционному диску. То есть его минимальное расстояние до диска, на котором он когда-либо был. И чем оно меньше, тем сильнее мы просто красим этот пиксель в более яркий цвет. Вот я добавил это свечение. Оно само по себе очень простое, никаких ресурсов почти не тратят. Но оно подчёркивает неровности нашей чёрной дыры. Видно, что она становится местами такой угловатой. Это происходит как раз из-за того, что свет идёт довольно такими большими шагами. Если мы уменьшим шаг, то она будет более ровной. Но тогда ничего у нас в реалтайме отрендерить не получится. Дальше я ещё добавил вот такой вот фон, который я когда-то давно нарисовал в фотошопе и использовал ещё в своих самых первых видео. А ещё можно приблизиться к чёрной дыре и видеть, как вся вселенная как будто сжимается в такой небольшой кусочек. Во всяких более серьёзных симуляциях чёрных дыр происходит, в общем-то, то же самое. Но так и должно происходить, потому что теперь весь свет устремляется в эту чёрную дыру. И поэтому мы видим, как будто вся вселенная так сжалась, как будто мы погрузились в чёрную дыру. На самом деле мы просто находимся очень близко к ней. Ну и, конечно же, чтобы всё выглядело более красиво, нужно добавить засветку камеры, как в Интерстелларе. Для этого я добавил такое же свечение, только более крупное, но менее интенсивное. Правда, вот этот вот диск вокруг чёрной дыры выглядит каким-то слишком сплошным. Его нужно как-то разбавить линиями, чтобы было видно, что материя вращается вокруг него, что она какая-то неоднородная. И для этого мне нужно добавить случайные числа. То есть мне нужно добавить некоторый рандом в это кольцо, чтобы где-то оно было более плотное, где-то менее плотное. Но просто одним рандомом мне не обойтись, потому что тогда получится просто как помехи в телевизоре, всё будет очень быстро мелькать. Нужно их как-то сделать более плавными. И для этого мне нужно добавить интерполяцию этого шума. То есть чтобы шум где-то собирался более крупными кусками, где-то его не было. Чтобы он не был в каждом пикселе абсолютно случайным, а чтобы он получался такими некоторыми кластерами. Ну и таких функций очень много, поэтому я не стал писать свои, просто скопипастил откуда-то из интернета. Вот эта функция для получения какого-то такого псевдослучайного числа. А вот эта функция для интерполяции, чтобы всё это сгладить. И вот теперь у меня получаются такие вот хлопья, такие облака вокруг чёрной дыры. Кстати, в некоторых играх именно таким методом и рендерят довольно реалистичные облака. Правда из-за того, что мне ещё нужно гнуть свет, то у меня это получается очень неэффективный, этот расчёт. Поэтому я поставил пока графику на самое минимальное, поставил минимальное разрешение, чтобы показать со всех сторон, как эти облака выглядят. Но если опять же посмотреть на чёрную дыру из Интерстеллара или на симуляцию от НАСА, то там материя вокруг чёрной дыры не разбросана такими облаками. Вместо этого видно, что она вращается вокруг, что она растянута по кругу. И мне нужно как-то это сделать. Сделать это оказалось очень просто. Когда я получаю вот эти вот облака, я их беру от каких-то координат, ну, например, XY. А теперь мне нужно это просто перевести в полярные координаты. То есть вместо X мне нужно использовать дистанцию от чёрной дыры, а вместо Y мне нужно использовать угол. И как только вместо XY я буду использовать вот эту вот дистанцию и угол поворота, то сразу же у меня облака превращаются вот в эту вот вращающуюся вокруг материю. И теперь это вот так красиво выглядит, правда очень медленно работает, в основном из-за того, что мы лучами проходим фиктированное расстояние. А ещё, кстати, вот здесь вот можно видеть такой шов, из-за того, что шум не совсем совместим. Вторая проблема, которая может броситься в глаза, это то, что свечение как-то себя странно ведёт. У него видна какая-то такая явная граница. Но это, к счастью, оказалось легко исправить. Оказывается, что я просто, когда проверяю расстояние до диска, я его обрезаю раньше, чем нужно. Если я его поставлю побольше, то теперь у меня получается вот такая вот ещё дополнительная материя вокруг светящегося диска, что выглядит, по-моему, очень круто. А чтобы всё работало быстрее, я решил попробовать вернуться к изначальной идее реймарчинга, когда мы проходим большее расстояние, если поблизости нет объектов. Но теперь я стал гнуть луч больше, если он прошёл большее расстояние. То есть вот этот вот коэффициент, на который гнётся луч, я теперь умножаю на расстояние, которое он прошёл. Я думал, что это будет работать плохо, потому что луч проходит большое расстояние, гнётся всего лишь один раз, а не поворачивает по такой вот дуге, как он должен делать. И, на моё удивление, выглядит всё это почти так же. Ну, добавилось пара таких незначительных графических артефактов, но в целом почти то же самое, зато работает оно теперь в десятки раз быстрее. А ещё, раньше я не мог отдалить далеко камеру, потому что у меня рендерился только небольшой кусок пространства. А теперь я могу отдалить её очень далеко и покрутить камерой, и теперь видеть, как эта чёрная дыра летает по космосу и гнёт пространство вокруг себя. Ещё можно поиграться с формой аккреционного диска, сделать его таким вот кольцом, например. Кстати, вот это вот отражение, которое сейчас видно на чёрной дыре, оно как раз происходит из-за того, что мы сейчас иногда проходим более крупными шагами расстояния. Если мы будем проходить фиксированными шагами, то всё будет, конечно, работать медленнее, но такого не будет. Может быть, вы заметили, что эту чёрную дыру я делал в Unity. Но, как ещё в прошлом видео, я говорил, что Unity тут совсем не нужно. Я его использовал только для того, чтобы можно было удобно двигать камерой вокруг. Конечно, можно добавить своё движение камеры, но это долго, потому что мне нужно писать все эти приближения, отдаления, вращения вокруг точки, вращения вокруг собственной оси. Но Unity местами даже усложняла эту задачу, потому что, чтобы связать всё это с Unity, нужно было написать дополнительный код. Я решил отказаться от Unity и переписать всё в шейдер на языке GLSL. А в Unity используется HLSL. Они, конечно, очень похожи, но почти все уроки по шейдерам и реймарчингу, которые я смотрел, были на языке GLSL. Получается, мне нужно было переписывать на HLSL, а теперь мне нужно с него переписывать обратно на GLSL. Вот. Ну вот я переписал, и код уменьшился более чем в два раза, и теперь у меня всего лишь 94 строки кода на рисование этой чёрной дыры. И вот даже вращение ещё сюда поместилось. Я выложил это на сайт шейдер Той, я оставлю ссылку в описании, можно перейти, и прямо здесь рисуется вся эта чёрная дыра и весь код её. Его здесь можно поменять, и поменяется и то, как она рисуется. У меня даже с телефона это работает, правда, там выдаёт только 30 фпс, но всё равно можно в браузере зайти и прямо здесь редактировать. Не нужно ничего скачивать, вообще ничего больше не нужно. Там оказалось очень дружелюбное сообщество, и через некоторое время после выкладывания шейдера мне даже написали разные советы, как его можно улучшить. Как, например, можно сделать текстуру аккреационного диска бесшовным, а кто-то даже написал, что смотрел мои видео. Единственное, я не нашёл, как тут выбрать свой фон, наверное, тут можно выбирать только из существующих, поэтому я выбрал вот какой-то храм. Надеюсь, никого не оскорбит чёрная дыра в храме. Но, может быть, это и не храм, я не знаю, что это. Тут тяжело понять. Кстати, до того, как я недавно заинтересовался этим реймарчингом, я особо и не писал шейдеры. Если вам интересно, где я всё это учил, то я учил на вот этом вот канале, я оставлю на него ссылку. А то некоторые пишут в комментах, ага, идею реймарчинга ты скопипастил с такого-то, такого-то канала. Но почему-то про вот этого лысого чувака не написал никто, хотя именно по его туториалам я всё это изучал. Но зато некоторые написали про Инигок и Лис, надеюсь, я правильно произношу это имя. В общем, он является основным популяризатором реймарчинга, и у него есть сайт, где он выкладывает очень много статей на эту тему. Также ещё там про рейтрейсинг, и ещё много всего связанного с графикой. В общем-то, по его блогу можно полностью научиться и шейдерам, и любой этой графике. И, оказывается, именно он создал вот тот вот сайт, шейдер той, на который все выкладывают шейдеры. Ну а на этом на сегодня всё. Не забывайте про лайки и подписки. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok